Вот сделать какую-то разницу, им до фени, потому что гипсокартон будет вот тут. Они будут потолок крепить отсюда, то есть ты его бачишь, вот это, ты не будешь бачить вот тут, понял? Да, я понял. То есть ты будешь бачить только дно гипсокартона, понял? То есть ты вот там делаешь коробку, а потолок они начинают делать отсюда, чуть-чуть ниже на 2 см, понял? Вот так, все, ты не будешь бачить вот тут. А как же вентиляция будет работать там, у нее дырочка будет, снизу будет. Сюда дается труба, вот. Которая будет вниз идти, да, наклона? Смотри, она идет вот так, по гипсокартону. Тут делаешь дырочку гипсокартон, не пускаешь трубу вот тут, пускаешь трубу вниз. Хорошо, а когда это надо делать, после того, как делается гипсокартон или уже сразу надо делать? В смысле? Не, вместе с разумом. Нет, трубу надо уже монтировать. Ну, я же тебе об этом и говорю, что-то. Выбросить трубу сюда, чтобы она стояла для вытяжки, а дальше продолжили все коробки. Ага. Понимаешь? Так будет. Сегодня, кстати, Виталий, который ходил, привет, я передаю. Какой Виталий? Что кухня у тебя спадал. А, да, он проходит. Да, он все время проезжал, все уже помирил. Помирил, да? Ты звонил ему, да? Да, я ему один раз выбрал, он мне звонил, он уже помирил, все сделал, сейчас на днях нарисует все, я ему показал, что надо. Мы помирил уже столешницу. Тут уже богато, тут надо 4,5 метра столешница. Ну, большая, конечно. Хочу не было и пол сюда. Отсюда она будет начинаться и куда идти. Там, высоко, помирил, пол. А что ж 4,5 не больше? Или тут будут какие-то шкафы стоять? Вот тут шкафы будут стоять. Вот, досюда столешница будет. Вот. Ну, больше, чем 4,5 метра. Не, верно, 4 метра, сейчас, да. А тут будет уже шкаф. Тут будет стоять шкаф вот так. А вот тут будет стоять маленький, вот такой, вравне с этим, понял? Вот вот так, досюда он будет стоять. Вот, вот досюда. Отсюда уже пойдет вот так. А что, как-то наискос не хотел что-то такое приделать? Наискос вот так вот. А тут уже пошло так. А зачем тебе наискос? Ну, так оно будет перепад. Тут ровно, а тут горп стоит. Ничего. Ты сможешь сюда дойти, вот сюда, до полочки. А вот тут будут полки вверх. И ты можешь себе здесь поскладывать все, что тебе надо, понял? Ну, Коля, уже лестница готова, смотрите. Коля, покажи лестницу. Давай, Вагик, ты делай так. Покажи, ты Вагик сделав. Вагик, молодец. А мы с вами сейчас пойдем тут. Смотрите, лестница хорошо. Раз, тянется за палочку. А там оно что такое? Оно вот это дает в стену, да, вот эти ямки. Вот эти вот. Это оно бьет вот эта штука, да? А ну, опусти, посмотрим. По-моему, оно как-то бьет, да? Или нет? Нет, вообще нет. Сейчас, а, ну, это раньше оно, когда раньше, да? Когда не прикрепили, да? Ну, то там подделается. Все хорошо, ребята, но есть одна проблема. Коза в куре, померяй длину. Тут смотрите, что это за проблема. Вот так. Вот такая проблема. Ну, решили, что надо добрать туда просто. Это должно стать вот так. Вот. Тогда оно упрется. Видите, не хватает сколько. Тут такие сделать удлинители, и чтобы они внутрь, лапки закрывались. Потому что я предложил, что просто добавить на заклепках с двух сторон. Но оно потом не сложится вот в эту сторону. Оно не зайдет тогда там под линия. Поэтому надо такие штуки, чтобы заворачивались вовнутрь. И так все хорошо. Вот так собирается. Вот так вот. Так, лестница. Ой. Ой, господи, померяй. Он так собирается. И туда. Туда уходит. Вверх. Господи. Вот так вот. Господи. Отлетело. Ребята, не знаю, что вам не нравится. Бой, вот вагик. Все, кто Юля говорит, на камеру не так. Смотрите, как. Все прекрасно. И тут есть бежевые переклички. Такие с каферем. Видите, вот бежевые вставки. На стенах. Все мы закрывали. Бежевые переклички. А ты прав, вставку потолок уйти. Конечно. Правильно. Так. Ну, две стороны не закрывали. Просто ты не понял. Потолок, они не думают, на тебя, а это сума. Понял? Они его двоцей натягивали, как не будут, а двоцей. Ну, хай я натягиваю тут. Какая она должна. У нас гипсокартон, а тут, где двояк, он поднимается с тени. Потолка. Вот там, выше еще. Еще выше. До конца он сделает тебе гипсокартон и до шва вниз. А, ты его до шва притрутишь. А, да. А, вот тут нам надо только вот это и низ. Да, и все. Две стороны, да? Все. Не, не, я не против, я это то, что... Или, может, поделиться, может, у него есть полы. Так, я выгляжу. Ну, это хорошо, выгляжу. Пояс себе. Ну, идем писать на экране. Мне нравится эта стена. Смотрите, как красиво, на ней все смотрится. Фотографии, какие можно они делать красивые. Стикает сильно без стены. Да. Протолы кафели. До кафели, Коль. До кафели. Есть. Давай сюда. Вот тут мужчина, который кафель делал, сделал заливку. Хорошо закрыл пленкой. Вообще так хорошо залил все. Потому что оно было сюда наклоном, а надо немножко туда наклоном. Вот он сделал стяжку. Вот она. Вот. А потом на эту стяжку уже, как высохнет, будет выкладывать кафель. Вот сделают потолок, ребята, остается только тут ламинат. Положите в комнатах и все. Ну и, конечно, кухня, ванна, все эти мебели. Ой, тут сколько еще надо денег, чтобы все это поставить. Что ныть, это сразу культиватор. Вот смотри, в одном месте шов я нашел. Я немножко ныда... Вот в одном месте, вот это тут, три кирпича, я как-то не дотянул. Вот только в этом месте. Ну, это совсем там. Ну, не имеет значения. Так его не видно. Вот тут на трех плитках только вот этих. Так везде хорошо. Ну, так его не видно вообще. Не знаю, где хорошо. Все хорошо сделано. А я приходил, они не крутят тебя, дивляться, что... Коля, как же, лестница должна стоять вот так прямо. Вот так. Я говорю, как ты так будешь залезть? Это же не веревочная лестница. Она должна, говорю, немножко под углом вот так идти. Я говорю, дай инструкцию. На инструкции тебе, говорю, нарисовано, что она вот не ровно, а под наклоном, а под наклоном. А я не показываю. Как же, тут же, как же, перечеркнуто, я говорю, перечеркнуто вот. Вот так не залезть, вот. Прямо должна стоять. Вот так она должна стоять. А так стоять она не становится, она не хватает ей. Вот. Я предлагал, что надо добрать полностью, которая будет заворачиваться одна еще сюда. Но лучше сделать, чтобы сбоку добавить на таких завесах. И вбок, это уже Вагик так подсказал, чтобы туда загинались две лапки. Вот так вот внутрь сюда. Там 18 или 17 сантиметров надо добавить. Просто планочки на этих внутрь зайдут. Потому что можно было сделать механизм, который переворачивается вверх. Тогда оно закрывается и нормально. Если просто добавить, без вот этого, чтобы оно сворачивалось внутрь, то она не закроется, сама лестница не поднимется. Она не даст пройти вот там вот. Понимаете? Вот. Поэтому добавят так, чтобы лапки, оно внутрь заходило, вот эта добавка. Ну и все, лестница готова. Потолок они, вроде Коля говорил, что в среду будут уже делать. Сейчас с Вагиком пошли сделать этот короб. Туда надо вставлять трубу гофрированную, которая для вытяжки будет идти туда-сюда, на улицу. Надо с клапаном, чтобы только туда открывался клапан, чтобы оттуда не задувало. Тоже такое делается. У меня такой стоит клапан вытяжки. Ну, эта стена, не знаю как, чего там вам прям сильно темно, сильно черно. Как-то оно не передает. Вот камера не может передать вот этого всего, этой красоты неописуемой. Не может передать. Как по мне, очень гармонично, не знаю. Можно переклеить в любом случае. Так интересно, я помню этот дом, когда Коля только покупал, вообще тут не было ни бетонной стяжки, ни батареи. Ну, батареи были, но как-то оно не то было. Надо было протягивать, они все делали. Вот эти вот радиаторы, вот этот котел, вот эти все проводку делали. Окна меняли, двери с той стороны меняли, с этой стороны меняли. Сколько всего насажено. Тут уже огромная работа сделана. И зашпаклеванная, и заштукатуренная, и уже лежит кафель везде. Представьте. Уже можно ставить, он в сантехнику ставил, уже можно в туалет ходить, уже можно купаться, уже кровать ставил, можно жить. Тут уже все. Вообще. Вообще. Нет, дом свой, это, конечно, хорошо. Ну, как мне спрашивали, ты посмотрел на Колю, может, тебе тоже дома захотелось. Я вам скажу, что наоборот, если до этого у меня были какие-то мысли, вот бы дом свой хотелось, вот бы все, то сейчас у меня таких мыслей вообще нет. Наоборот, у меня эти мысли пропали. Все-таки я квартирное животное, я не хочу. Я хочу так, чтобы квартира, и вообще я мечтаю, чтобы у меня когда-то была ставенька. Вот с высокими потолками. Я в Москве живу, Зыкиной, когда учился, мы жили в квартире с высокими-высокими потолками. Вот я бы хотел такие потолки, высокие, да, можно было бы картины какие-то. Ну, просто вот как-то мне это по моему духу. Вот мне ставленко, я вообще, когда смотрю Мастер и Маргарита, мне очень нравятся вот эти советские квартиры. С белыми дверями обычными, знаете, из дерева сделаны, не из того, как нашу сейчас делают, а вот такие двери белые, большие двери. Вот помните, Грибоедова дом, когда показывают современный сериал Мастер и Маргарита, и там, где жил вот этот, который перенесли в Ялту. Как его? Не забыл. Как же его? Ну, директор варьете был. Леонтович, не Леонтович, не Леонтович, это украинский композитор. Как же его? Ну, забыл, в общем. В какой квартире он жил? Помните, какая квартира шикарная, с белыми дверями, такими, с высокими потолками, такая просторная, старинная советская мебель, хорошая такая. Хорошую делали мебель в Советском Союзе. Я так бы считаю, что хорошее было. Лиходеев, Лиходеев. Лиходеев. А меня сегодня тоже друзья пригласили, ну, не друзья, коллеги, коллеги из театра пригласили поснимать видео в этом органном зале. Там посмотрел концерт, там было много номеров, но оно же сейчас же нельзя, сейчас новая политика Ютуба, что вот эта вот музыка известная, она вся, как бы... Ну, плюс-минус, не вся, но некоторая запрещена, поэтому то снимают, потому что жалоба приходит от музыкальных этих владельцев компаний. Ну, она не проблема, та жалоба, просто зачем она надо. Вот, лестницу просто надо добрать, добрать-то там кусочек такой вот, и внутрь, чтобы лапки загинались. И тогда будет хорошо. А обои, вот действительно Юля сказала, что на видео я смотрела, говорит, отвратительно, она говорит, я Коле ей сказала, что ужасно, Коля мне не нравится. А говорит, вживую посмотрела, вживую понравились. Говорит, как-то так странно. Люди пишут, что, ой, Юля там, как же она скажет слово на, ой, вы бы знали, Юля всегда говорит то, что ей не нравится, и не думайте, что... Вы что думаете, что если там кто-то пишет, что, ой, Юля больше за границу не поедет, такое вы какую-то охидею, честно, несете? Вы думаете, что если Юля скажет, что ей не понравились обои, то что, мы дружить перестанем, или что, или общаться перестанем? Мы ссоримся, бывает, еще дай Боже, и тем не менее общаемся дальше, поэтому... Юля, как раз, такой человек, говорит, что думает. Мне это ценно, очень. Они те люди, что подстраиваются, знаете, какой-то бред. Вот эти, ребята, еда моя сегодня, гречка, вот, без ничего. Это салат из свеклы, я купил тоже из ничего. И такой белок, это квасоль в нижнем соусе. Вот это буду сегодня есть. То есть нормально. Ой, я к постельнице беру. Лежит? Лежит зайчик мой. Ай, как и так. Ну, я парую руки в суде. Какие-то такие прыщики. Господи, все, все вылаз. Забачите? Вот эти вот, как бугорки, я не знаю, что это. Не видно. Вот тут, в одном месте на пальце, видите, какие-то прыщики. И чесались, зараза, как чесотка. Вот тут вот чесалось на косточке вот этого пальца. Тут выше, выше я не достаю. И вот тут вот. Я прям надрал себе так, что хай бухмиле. Потом взял в соду, в горячую воду, вот так вот в этот лоточек, вилочкой мешав. Вот так открываю кипяток. Вот даже от соды разводы остались. Сода и соль. И в горячую воду. И прям так чесалось, а потом и так пропарил. Буквально 2-3 минуты. И тут прошел. Сейчас еще хочу просто для профилактики. Это уже чесотка, че черт. Я уже не знаю, что это. То одно, то другое, то третье. Так, все горячее. Там горячее, видите, апарует. И пяток идет у меня сразу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, руку. Ай, горячую воду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, чуть не обжег. Не знаю, че это такое. Вот такие, знаете, как... Не видно, блин. Такие, как... Вот видите, вот я натягиваю кожу. Вот, вот, вот. Как пузырики вот в этом месте. И вот тут вот на вот этой косточке тоже чесалось. Не знаю, что это. У меня когда-то в детстве была чесотка, и у меня и у Эдика была чесотка. У меня иду ног чесалось там на животах, на руках, вот тут на локтях. А это только вот и на пальцах. Вот так тоже, вот так примерно чесалось. Там были мелкие-мелкие такие пузырики. Прям сразу, а это как глубокие вот эти пузырики. Видите, они такие, вот. Откуда это? Честно, я кажется, чума причепится. Я не понимаю. Уже и руки мыешь, и все на свете. Не знаю. Ладно, буду мочить. Красавчик не. Мурть! Мурть! Урть! 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 Ага, да, да. Ты будешь, то воду. Вот, ребята, вот так лучше видно. Видите? Такие вот. На этом пальце шоет. И так чесалось. Сегодня страшно с утра. И вообще раздиралось. А потом отсюда я пропарил, оно ушло. Ну, вот такие вот остались. И тут вот было на косточке тоже. Сейчас вообще не чешется. Что оно такое, может, чесотку? Ну, вот так вот. Спасибо.